Евгений Губанов первый волонтер из Алтайского края, которому удалось побывать в Донбассе. Вместе с другими добровольцами со всей страны в середине мая парень отправился в поселок Володарское. Волонтеры шли за российскими войсками, работали на освобожденных территориях. По траве боялись ходить, потому что мало ли растяжки, мины, что-нибудь такое. Ну и получается, когда в магазины ходили, группы и то с рацией придумывали все позывные, так как бывает прослушка. У вас какой позыв? Кадет. Почему? Занимался в военпатическом клубе. Из-за этого кадет привез. По словам Евгения, в ДНР волонтеры разбирали завалы после бомбежек, развозили гуманитарную помощь, разыскивали пропавших без вести местных жителей и помогали хоронить погибших. Утром пришли люди, подняли, так называемое мини-ЧП было. На детской площадке обнаружили противопехотную мину, хорошо замаскированную, а там дети играют. Позвали к иммуниатуре, обезвредили. Хорошо, что это был муляж. Приходилось даже такие работы с похоронами задействовать. Когда в лагерь спортивный «Спартак» приехали, там в бассейне две собаки мертвы были. Азотцы там дистанцировались. Мы, получается, захоронили, что так же, по-человечески. Команда Евгения вернулась домой в полном составе. Сразу после возвращения на родину добровольцы предложили стать вторым командиром краевого поискового отряда в Карелии. В командировку парень отправится в июле. А что касается ДНР, наверняка эта поездка была не последняя. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.